Многие жители Чебоксар в Новоюжном районе уже давно столкнулись с проблемой посещения церкви в большие праздники. Как известно, там находится единственный храм новомучеников и исповедников российских. В Пасху или Рождество этот храм буквально забит до отказа. К тому же большинству жителей трудно туда добираться. Сейчас эта проблема может быть решена. Между домами 51 и 59 по улице Трактора Строителей началось строительство молитвенного дома и подъем куполов. Купола для любой церкви или храма – основной священный атрибут. В пятницу они были освящены и подняты. Пройдет совсем немного времени, и молитвенный дом уже сможет принять своих первых прихожан. Молитвенный дом пока временное место, куда верующие могут прийти. В будущем году здесь начнут строить храм. Место для строительства было определено не сразу. Сначала земля, отведенная для строительства, оказалась в частных руках. Только со второй попытки священнослужителям удалось найти это место. Возводят молитвенный дом добровольцы. Им помогают бизнесмены. В прошлом году был торжественно освящен и установлен крест в основании будущего храма. Основной храм надеемся начать проектировать тоже в будущем году. Есть, конечно, такая мысль, что при посещении патриарха Кирилла Чувашии попробовать заложить этот храм. Большинство жителей ближайших домов рады, что рядом строят храм. Строительство храма нам очень необходимо. И счастливы, что он здесь строится рядом с нами, что у нас такой большой район. И на воюжном храме там невозможно порой бывает большое количество людей. А потом здесь же много у нас больных и, как говорится, старых людей. Они туда не могут добраться. И с маленькими детьми. Так что мы очень рады, что строится этот дом рядом с нами. Противников строительства немного. Они из числа тех, кто боится громкого звона колоколов. Петр Федоров утверждает, звон будет не громче уличного шума. Дмитрий Торчилов, Михаил Дементьев, Сергей Рябчиков. Республика.